Ну сволочи, конечно, я другого слова не нахожу, пёс. Уже который день это электричество, это отопление не дают. Приходится греться подручными методами. Ну ничего, не переживай, не переживай, родной. Сейчас мы как раз лайфхак-то и придумали. Мы тут рядом с батареей посидим, а когда электричество пустит вот эту воду-то огненную, мы с тобой тут же и погреемся, понял? Сейчас, я думаю, сейчас скоро пустят. Надо только занять себя чем-нибудь. Давай, ладушки, ладушки, давай. Зализа, душки, у тебя одни они ладушки. Если б не было б тебя, то кто б так заебал меня? Ел бы всю, я иду без волос, спал в постели без песка. Ну нахер, лучше сжечь её, больше польза будет. Шапку потерял. Хотя нахер она тебе нужна, у тебя же шерсть. Что ты придуриваешься мне здесь? Дай сюда, батьке нужнее. Держи, попей водички хоть. Твою мать. Замёрзло, представляю. Ты что, не понимаешь, что мы с тобой от холода подохнем? Пёс, подохнем. Пойдём, как минимум надо принять горячительненького на грудь. Пойдём, сейчас опять сделаем красиво. Беги за бутылкой, сейчас я приду. Как холодно. Это невероятно. Не пойму, почему так холодно. Ужас. Добрый вечерёшек, господа. Сегодня в эти тёпы, в эти холодные вечера хотелось бы приготовить что-нибудь греющую душу, сердце, желудок и собачью внутренность, самую важную. А что же может согреть вас в эти холодные зимние сентябрьские вечера, как не прекрасно приготовленный глинтвейн? Именно его приготовлением мы сейчас и займёмся. Да сделаем это так, чтобы это дотекло прямо до желудка и олыкнулось нотками доброты, любви и понимания, и лайков. Хаски-лайки. Хаски-лайки. Так, собака, пойду пока закончу вышивать, готовь первый, дружок. Сейчас будет вкусно, наверное. Хаски-лайки. Хэллоу, дамы господни. Так, чё это за херня? Так, собака, я вот опидорил опять мне всю доску. Да чё так, сколько можно это терпеть? На самом... Где ты там? Где? Где? Тут сидишь? На, он, сам вот эту хрень уготовь теперь с этим. Совсем совести нет. Убирай за собой. Обиделся. Реквизиторчик, дай мне новую, свежую. Отлично. Сейчас мы будем в этом красном тазике, в ночном горшке моего режиссёра, будем готовить этот прекрасный напиток для суверев. Вот сейчас я эротично потянутся. Сделите кожу с этого грешного апельсина и расчлените его сами ещё после этого. Почувствуйте себя сатаной. Всё нормально, полетело в топку. И ошкурки, ошкурки вот эти, ошкварки за шкварки не забудьте тоже туда. А это собаке ей в глаза выдавить или соседям своим скотам. Значит, с этим более белым грешником почти то же самое. Слегка сняли кожу и зассать маленько с очком. Простите, я больше так не буду. Заткнусь. Дальше груша. Смотрите, какая у меня весёлая груша. Похожа на маску чумного доктора. Чтобы избавиться от проказа, вам нужны пиявки, пиявки и только пиявки. Поиграем в еврейского доктора. Вот этих колец кальмара будет достаточно. Можете добавить яблоко, а я добавил груш. Надо делать так, чтобы было очень вкусно, правильно, полезно и понравилось всем. Не только вам, но и вашей маме. Мамке говорю, чтобы вашей понравилось. Чтобы когда я пришёл, она в настроении хорошем была. Добавьте немножечко гвоздей Вики. Мускатный грех. Немножечко имбицирь, молотый. Так, дальше это что такое? Что за звёздочки? Звёздочки. Слушай, а может это поскурить может? Ладно, это... А чего ты этой бодяге? Кем бы она ни была. Бодьян. Бодяга, бодяга. Комбат. Так, дальше добавляем тыквенные семечки. Это кардамон. Кардамон. Мон, у меня вошли. Да, поглядите. Ну, купили что-то. Я говорил, надо было просто водки попить. И напоследок пару палок киньте. Ээээ... Это корица, если что. А то будете думать, каких пару палок. Отсыпьте напоследок это дело сахаром ванильным. И сахаром свекольным. Обыкновенным. Невкусным. Так, а дальше входим в штопор. Готово. Чтоб вы знали, ахуинское вино. Красненькое. Хотите сухое лейте, хотите полусладкое. в зависимости от того насколько сильно у вас жопа слипается все отлично все понесли эту крусатанатский огонь поставили на жарёху и перемешивайте периодически когда он не впадло что у меня за пса приходится делать его работу пока он там лежит яйки лежит размешайте чтоб там сахар то у вас потом на зубах не скрипело то будете жаловаться шлягер далец и надо мне вот этого и не доводите это дело до кипения по-хорошему не доводите если вот вот не дай бог вот если вот доведете до кипения то я не знаю я предупреждал будьте потом сами росгвардии объясняться ну вот и готова а вы боялись как обычно я не боюсь хотя должен вот эту бодягу пробовать ну что ж надо с хорошим настроением к этому дело подходить правда ли мой друг у тебя настроение сегодня как хорошая надеюсь очень хорошая очень-очень хорошая светлая мокрое настроение какой запах сразу же запах горячил глинтвейна на не лезь мне в пасть когда я рассказываю истории запах глинтвейна сразу же напоминает мне о замечательных историях из детства когда в темное время суток я выходил из дома и ребята из моего и соседнего двора всей кучей меня пиздили ой как вкусно ой так что было бы не так вкусно если бы я пил из другой чашки а не из чашки райфайзенбанка ведь райфайзенбанк это лучший банк для вас и ваша да сейчас хер с ума сошли я угораю я просто как обычно я просто как обычно у кого-то украл это очень вкусно насыщенно питательно полезно все как обычно сашка шлягер говна не сделает как говорится он сделает но позднее а сейчас только самое вкусное для вас господа не стесняйтесь готовьтесь зерги ахунное вино ладно у меня там еще целая кастрюля стоит как говорится перейдем к самому вкусному я только тебя хотел похвалить за то что так мило и красиво это украсил луком это думаю мне этим придется закусывать да прекрасный авторский рецепт господина джаггерфельда сейчас мы будем отведывать мне кажется псу открывать пора книгу своих рецептов рецепты от пса рецепты с этой хас не знаю для кого не хочу да напихал то картофельные шурки свекла лук чеснок тубы ну прям слушай прям борщ настоять только на вине вместо воды да какой-то у меня хороший все-таки верный друг ну давайте как говорится было не было можно на всякий случай а то и сейчас начнется а вы это дело любите как говорится вас хлебом не кормить дашь сашку зашкварить ну попробуем что-то получилось у него о азина три топора сегодня это сегодня день рекламы за который мне не платят передергивает до жути конечно на пейс сам а шутим не пил всегда тюштренок то прошлый раз со мной не ел свое варил борщите от свой на портвейне не желаешь ты что меня подставляешь пес уже который раз мне не нравится эта стезя ладно в пасть заливать не буду говорится нечего добро переводить три семерки на земле не валяется валяется только сначала в алкашах потом уже на земле такой круговорот семерки природе ладно вроде вывернуть не должно но можете приготовить попробовать если совсем конечно на голову долбануты картошка все перебивает картошка матушка нормально аромат страшнее чем вкус на вкус как картофельный портвейн новый отличный замечательный напиток рекламирую опять же картофельный портвейн два стакана и будет все ахуэйн кстати пить можно здесь уже совсем дома больше ничего нет и друзьям своим вот это тоже можно готовить ну которые не очень хорошие сами понимаете на которых жалко тратить хороший глинтвейн ой я знаю как это пить кстати смотрите учу бать кучу гармония ёпты и ньянь ладно как говорится будем с этим заканчивать да начинать с вот этим но с тем что будет там потом а кстати что будет потом это вы мне расскажите мне очень интересно послушать напишите напишите мне в комментариях чё у нас там чё у нас там дальше то по плану то какое говнецо мне подсунете а пишите там пишите какой извращеночки то покушать или вкуснятина все на ваш вкус на ваш вкус и укус слышишь пёс что-то все время отворачиваешься от меня я тебя что больше не дорог ты меня что больше не любишь ладно не разлюбилась за тебя аркадий за тебя кеннадий очень вкусно 5 хаски из пяти 5 хуяски из пяти на этом все с вами были хаски джаггер и сашка шлягер чё мне еще сказать ари ведрорч да нух у блюд господа если б не было тебя то с кем тогда готовил я и кого целовал в пять упасть кому вичишки щекотал если б не было